Привет, друзья, с вами Кейк. Это видео будет касательно мании, которая набирает обороты касательно токенизации. В 2017 году мы увидели Boom ICO, когда все кому не лень, все аферисты, начали выпускать свои ICO на свои фантастические идеи, которые должны были изменить мир вот так сразу же. 99% ICO были скамы, скам-проекты. Так вот, касательно новых этих эксчендеров, которые открываются почти каждый день уже, и даже начинают делать ICO-проекты на сборсет для открытия этих пирж, для пирж, которые будут продавать токены разных компаний, real estate и вообще все, что можно продать. Вот этот бум токенизации не обойдется без того же самого количества скам-проектов, как и было во время ICO. Первый открылся DXExchange. Да, он был поистине первый, где можно было купить токенизированную версию акций таких компаний, как Google, Facebook, Tesla и, кажется, Microsoft. Второй, и сразу же скам. Это Currency.com. У меня есть много информации касательно Currency.com. Ну, для того просто, чтобы вы сразу уже понимали, с чего все началось, почему я начал сомневаться в этом проекте и стал изучать его более подробно. Смотрите, у меня очень много опыта касательно IT-проекта, развития IT-компаний и проектов. И, исходя из моего опыта, я точно знаю, что все компании, которые сначала тратят большие суммы на имидж, без имиджа, то есть, как это сказать, ну, тут смотрите, Currency.com, да, валюта.com, этот домень стоит дорого. Но вот сомнения у меня начались оттуда, вот поэтому я стал и копать. Ну, в общем, Currency.com. И сейчас уже очень много бирж, которые начали привлекать средства для их открытия. И каждый из них предлагает покупать свой токен, который даст им как BNB для Binance, так и эти токены в их биржах будут давать привилегии тем, кто их держит. Скидки на торгах и на участвование новых проектов от этой биржи. Так вот, не надо покупать такие токены. 99% этих токенов будут скамом. Этих компаний будет скам-компаний. Нетрудно догадаться, что те же люди, которые создавали скам ICO, они будут создавать прямо сейчас и начинают уже создавать эти скам-эксченджи. Еще один только, что сегодня вышло. На этом будут продаваться токены. Токенизированные версии Airbnb, Uber, ну, тот же Microsoft и Facebook. И они тоже говорят, что, кстати, они первые. Мне еще что бы хотелось добавить. Смотрите, когда на Fidelity, на Grayscale, BlackRock, Nasdaq, Goldman Sachs, платформа от Morgan, когда эти платформы будут поддерживать покупки и продажи токена, это как волна просто снесет всех эксченджев. Все эксченджи просто останутся под этой волной. Но до этой волны еще и может волна регуляторов снести всех. Потому что что они делают? Они, по сути, когда есть ордер на покупку токенизированной версии одной акции, скажем, Uber, они после этого ордера покупают реальную акцию Uber с помощью MC-компаний и в своем централизованном сервере хранят токенизированную версию. То есть, когда получают новый ордер на покупку, тогда и покупают. Это уже в корне говорит о том, что это такая, это не перспективно. Потому что цена между покупкой ордером, открытием ордером для токенизированной версии и цена на открытие ордера на реальную версию, этот маленький промежуток, оно очень часто может стоить большие средства. Поэтому такой подход, это когда-нибудь это разрушится. А вот на StarCard, Pedalty, BlackRock и все остальные, когда откроют свои платформы, эти платформы не будут работать по этой схеме. Что вот сначала есть ордер для покупки токенизированной версии, и исходя из этого ордера мы покупаем реальную версию и дарим тому, кто хочет это купить. Они не будут так работать. Поскольку в это время, это будет после того, как регуляторы уже начнут работать, и будет законопроект, после чего все токены, все акции уже будут токенизированы. То есть, не будет версии не токенизированной акции и токенизированной акции. Такого не будет. Только будет токенизированная версия акции. Еще касательно, в этом видео еще добавлю касательно BNB. Да, смотрите. Чим Пенчжоу кажется так. Кажется так. С уважением. Человек, знающий свое дело, построил эксчендж, который не только выжил после некоторых волн регуляции, proof of keys, которая вообще убила многих эксченджеров. Вот человек знал, знает, как вести свой проект и к чему он идет. Он выжил. Но даже касательно Binance, я вот не знаю, что будет после того, как на стаке и все эти остальные крупные, огромнейшие, я бы сказал, платформы откроются. Есть такое понятие, как IndyClub. То есть, смотрите, инвесторы, которые, все хедж-фонды, которые все время работали с Nasdaq, с BlackRock или с любым из них. Вот есть возможность купить огромное количество эфира, скажем так. Уже закон позволяет. Вот эти хедж-фонды не будут входить в Binance. Не станут оттуда покупать, понимаете? И не будут покупать, даже после того, как Binance будет обеспечивать продажу токенов. Эти и те же самые хедж-фонды не будут идти в Binance-компанию, которая открылась всего один или два года. Есть Nasdaq, которая работает несколько десятилетий. Они с ней работали, работают те люди, которые работают там, и те люди, которые работают в этом эксченже, в этом хедж-фонде. Они вместе делают диннер. Уже, понимаете? То есть, дело и общение – это Wall Street. Там ты на пятом этаже, у нас так на втором этаже. А где Binance? Где Чемпенчао? Вот, смотрите, я всегда думал, стоит ли купить BNB в долгосрок. Я еще подожду. Вы должны четко понимать, что, а, вот поздно уже. Никогда не поздно войти, чтобы сделать правильные инвестиции. Это не поздно. Если BNB будет стоить 100 долларов, сейчас стоит 6 долларов, когда будет 100 долларов, я не буду думать, вот почему я не вошел тогда, потому что тогда было много рисков. А сейчас стоит 100 долларов, это не значит, что он все будет стоить всегда 100 долларов, да? Какая перспектива будет стоить 150, ладно, но риски очень минимальные, стоит инвестировать. К примеру, я до сих пор не купил BNB. Да, еще хочу записать видео касательно Трона. Трона Джастина Сана. Если вам интересно про Трон, напишите в комментариях. Спасибо, пока.